здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий вашему вниманию переговоры с коллектором точнее сотрудникам банка которые важнее только лишь делать свою работу какой ценой это дело десятое человек объективно объясняет почему нет возможности отдать деньги она свое чешет куда уж объективнее да куда уж уважительнее причина человек лежит в больнице нет обязан нет должен нет отдай давайте послушаем как развивались события алло да слушаю нет возможности у меня слышите нет возможности у человека по объективным причинам поверьте если он сейчас объясню что это изменит я вам задал простой вопрос как сотруднику банка что будет если до седьмого не не несу да не чем не чем не чем оплачивать не чем больницы лежат так я просто задал вопрос мне ответьте все отдел клиентского взыскания там там что там квазимоды работают какие то ли что как я спросил вас там квазимоды работают а в чем да ну вы мне объяснить можете поздно вот что санкции какие позднее раньше так нет не подождите что не будете делать информировать не будете а же звонки чё будут продолжаться на ежедневно это сама основе я вам объясняю человек в больнице я лежу мне не не у меня на лекарства даже денег нет человек все больше и больше теряет здоровье а потом умирает да не ну объясните мне чего всего доброго как это неконструктивный вы 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 вымогаете с мне денег которых у меня нет у меня уважительная причина я лежу в больнице вы вымогаете деньги я вам объясняю неужели это не объективная причина человек заболел очень сильно нет 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 не кладите трубку я с вами общаюсь а клиент банка это что еще за попытки уйти от разговора с помощью штампов неконструктивный диалог не говорите со мной в параллель нет душа моя вы мне позвонили будьте любезны рассказать мне как ленту банка какие санкции меня ожидают со стороны банка что мне грозит если я не оплачу я хочу быть в курсе может быть я тогда убегу с больницы и буду искать деньги работать ну вместо того чтобы лечиться на какого еще эксперта вы мне позвонили а вы а вы кто а вы кто а вы дилетант что ли вы дилетант зачем вы тогда звоните людям нет а я с вами не попрощался я с вами хочу продолжать разговор мне очень любопытно стало что за сотрудник мне позвонил нет я вас слышу нет вы мне представьтесь конкретно нет нет на каком основании вы мне звоните не обладая вообще информация которая может быть действительно полезна клиенту какую информацию нет вы ничего не уточнили я вам заявил что я лежу в больнице и мне нужен совет от сотрудника банка как не действовать дальше вы слышите я лежу в больнице у меня нету средств даже на лекарства это запрещено то есть занять влезть в еще большие долги вы мне предлагаете не вымогательство ли это барышня так именно работали в 90-х годах бандиты найди деньги продай золото займи у кого-нибудь но нам отдай иначе в тех случаях бошку отрывали вы в отдел какого-то там другого взыскания передаете ну правильно вы так сказали алло что такое цикличный характер объясните мне чего вы тут этими фразами кидаетесь которые сами не понимаете цикличный характер нет не прощайся я вам еще не разрешают руку класть я клиент банка я хочу получить вменяемый ответ если вы мне позвонили будьте добры будьте добры объяснить мне барышня ничего я не понял из ваших объяснений абсолютно что вы тут штампами да друзья вот такой банк вот такие сотрудники и действительно ну просто если абстрагироваться от нашего канала как говорится взглянуть взглядом обычно как с обычной жизни с обычной ситуации но человек лежит в больнице но позвонил ему сотрудник банка ну а чё стоит но объяснить но какие-то пометки в конце концов поставить но действительно же уважительная причина и не обязан человек проходя лечение какой бы там ни было думать в первую очередь об амбициях кредитной шарашки какой-то или там учреждение не знаю но по мне так это шарага просто ну а чё набирают такую публику туда которая даже элементарных психологических тестов пройти не может садят еще на прямую линию с клиентами общаться не знаю задумайтесь задумайтесь друзья а те из вас кто сомневается в компетентности вообще банковской структуры точнее неправильно выразился те кто до сих пор свято верит в компетентность банковской структуры но и те кто начинает сомневаться наш канал это подтверждение того что действительно не надо не надо так сильно серьезно относиться ко всему что с вами происходит у нас в описании любого ролика выложена ссылочка на наш сайт на сайте видео инструкция как устроена работа кредитных юристов компания лям что мы для вас можем сделать если у вас нет возможности платить по кредитам в любом случае болеете вы финансовое состояние у вас неудовлетворительное да просто если у вас нет возможности оплачивать банк взносы все это решаемо все это можно поставить на нужно на нужные рельсы и поверьте жить можно совершенно спокойно не беспокоясь каждое утро о том где взять деньги чтобы их безвозвратно внести вот в это вот ненасытное чрево банковская пожалуйста посмотрите и принимайте решение но за ролик прошу лайк если понравился и конечно же подписывайтесь на наш канал вступайте в группу в контакте группа точнее ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика но и поделитесь поделитесь в соцсетях этим роликом с как можно больше количества людей знает понимает что все не так страшно как им преподносят банки ну а с вами была компания лям и руководитель кузнецов дмитрий евгеньевич до свидания